Не все украинские медсёстры оказались так же крепки, как Галина Колотницкая. То, что не рассказала одна, приближённая к загадочному ливийскому лидеру, то выдала другая, Оксана Болинская. На этой неделе её откровения записали наши киевские коллеги. Хотя поначалу девушка всё же сопротивлялась. Дмитрий Барбыш о тайнах полковника. Ну, вы же понимаете, что я ничего не буду говорить. Я работала президентом, а эта информация секретная. О любви ливийского лидера к украинским медсёстрам весь мир узнал благодаря Ассанжо и его Викиликс. Девушки из Незалежной давно вошли в доверие. Следят за здоровьем папы уже 8 лет. И работают только на Каддафе и его семью. Человеку уже не 20 лет. Понятно, что когда-то и давление надо померить. Мы сами болеем, мы сами это знаем. Точно так же. А он крепкий? Наверное, больше здоровья, чем у нас. Да? Почему? Потому что он пьёт молоко верблюдице? Ну, может и пьёт. Лидер Джабахири вообще ответственно подходит к своему здоровью, утверждает Болинская. Раз в год он проходит обследование. В еде неприхотлив. Кускус из баранины или с мясом верблюда. Итальянская кухня особенно любит макароны. Ещё Оксана Болинская хоть и неохотно, но всё же поведала, зачем бедуин Каддафи берёт в каждую поездку шатёр. Езжает в любую страну. Если есть место, где разместить это шатро, он просто там сидит по работе, днём документы. Там тоже такое говорят. Чуть ли не живёт он в шатре. Он там не живёт, не спит. И мы там не спим с ним. Никакого интима, утверждает Болинская. Да, и совсем не Колотницкая главная медсестра полковника Осербко Драга. Она с папой во все командировки ездила. А вот как украинки попали в далёкую Ливию. Как половина года назад был Каддафи с визитом в Киеве. Вот я была лично, как на кастинге. Ещё им нужны были медсёстры. И вот как бы я так и попала. А я слышал, что он лично проводит это собеседование. Это правда? Конечно. Он же для себя, для своей семьи отбирает. Он очень большой психолог. Так. Всё, мы поздоровались и всё. Какая медсестра, всё, спросили. Ну я была вообще не к нему на очереди. Обычное агентство, обычную больницу я была на очереди. Куда я попаду, я не знала. Мне позвонили, что вот будет президент с визитом, ему нужны медсёстры, приезжайте. Украинка, не раздумывая, согласилась. Ведь в Ливии труд медсёстры ценит и платит не 800 гривен. Там вообще людям хорошо живётся, рассказывает Оксана. В Триполи сейчас, напомню, идёт везде стройки. Это ж всё для ливийцев. Это ж не для иностранцев. Всё для ливийцев. Где можно купить бензин, дешевле воды. Нигде, наверное. Это все прекрасно знают за бензин лично. Где можно пойти в магазин, чтобы у тебя не хватало динара или два, тебе скажут, да ладно, завтра принесётся. Ну а сам Муамар Каддафи не скупился и дарил персоналу золотые часы с изображением себя, любимого. Не жизнь, а мечта, от которой медсестра из украинской глубинки отказываться не собирается. Лично я, если всё наладится, да, я вернусь. Дмитрий Барбыш. Вместе. Украина.